На протяжении жизни большинства наших зрителей Италия имела репутацию экономически нестабильной европейской страны. Национальный долг превышает 100% ВВП с 90-х годов. И Италия всегда, казалось бы, боролась либо с политическим, либо с экономическим кризисом, а иногда и с обоими сразу. Однако за последние несколько лет ситуация незаметно изменилась. Италия показала лучший постпандемийный рост и более низкую инфляцию по сравнению с Германией, Францией и Великобританией. И хотя долг все еще высок в процентном отношении к ВВП, в настоящее время он выглядит вполне управляемым. В этом видео мы рассмотрим, почему экономика Италии развивается на удивление хорошо и зададимся вопросом, надолго ли все это. Чтобы разобраться в экономических проблемах Италии, необходимо вернуться в 80-е годы. Как и многие другие европейские страны, экономика Италии испытывала трудности в 70-е годы. Рост цен на нефть после арабо-израильского конфликта оказал давление на уровень жизни и подстегнул инфляцию. Однако, в отличие от других европейских экономик, включая Великобританию, Италия быстро восстановилась в 80-е годы, по крайней мере, если судить по ВВП. В то время этому способствовало множество факторов. Некоторые аналитики отдавали должное итальянскому центральному банку, который прекратил финансирование госдолга, то есть прекратил печатание денег. Другие отмечали заслуги правительства в части отмены индексации заработной платы, которая, по сути, гарантировала увеличение зарплат работников при высокой инфляции и создавала инфляционную спираль зарплат и цены. Международные аналитики часто отмечали заслуги малых и средних предприятий Италии, которые в 80-е годы пережили экспортный бум. Эти предприятия в основном производили одежду, мебель и текстиль, на которые был высокий спрос на международном рынке. МСП стали рассматриваться как основа экономики Италии. Даже сегодня экономика Италии держится на МСП. И почти половина итальянцев работает в компаниях с численностью менее 10 сотрудников, что является самым высоким показателем в Европе после Греции. В то время аналитики писали статьи о том, что гибкость итальянских МСП давала им конкурентное преимущество перед громоздкими американскими корпорациями. Сегодня это может показаться странным, но экономика Италии действительно процветала. Фактически в 1987 году итальянское управление статистики заявило, что ВВП на душу населения в стране превысил этот показатель в Великобритании, сделав Италию пятой по богатству экономикой в мире после США, Японии, Германии и Франции. Итальянцы были настолько воодушевлены, что даже придумали название для этого явления – «Иль сорпассо» или «обгон». Однако с высоты сегодняшнего дня этот итальянский бум 80-х скорее похож на пузырь. Для начала часть мнимого роста Италии была связана с корректировками, сделанными управлением статистики, которые включали в расчет ВВП теневую экономику, из-за чего ВВП Италии якобы вырос на 18% в 1986 году. Но более важно то, что значительная часть роста Италии в этот период была обусловлена неустойчивыми государственными заимствованиями. Национальный долг вырос с 59% ВВП в 1980 году до 123% в конце 1994 года, что более чем в два раза превышало показатели Франции и Германии. Итак, этот долг, накопленный в 80-х, по сути является основной причиной длительных экономических проблем Италии. Отчасти потому, что тогда расходы на заимствование были значительно выше. Италия с тех пор испытывает трудности с обслуживанием этого долга, то есть с выплатой процентов. В процентном отношении к ВВП затраты Италии на обслуживание долга выросли практически с нуля в 1970 году до 4% ВВП в 1980 году. И затем примерно до 10% в 1990-м. Трудно даже представить это безумие. 10% ВВП – это примерно в пять раз больше, чем бюджет НАТО на оборону, или больше, чем весь бюджет здравоохранения Италии. Хотя этот показатель с тех пор стабилизировался на уровне около 4%, это все равно вдвое больше среднего показателя по ОЭСР. Фактически, если исключить затраты на обслуживание долга, Италия имеет одни из самых больших бюджетных профицитов в Европе благодаря серьезным сокращениям государственных услуг. К сожалению, для обычных итальянцев эта экономия не дала значительных результатов. И рост итальянской экономики с тех пор был застойным. Таким образом, ни долг, ни расходы на его обслуживание относительно ВВП существенно не снизились. Однако в последние несколько лет экономика Италии внезапно начала показывать осторожные признаки роста. Согласно данным Федерального резерва, Италия продемонстрировала лучший постковидный рост среди всех экономик G7 в Европе. С увеличением ВВП на 4,2% с конца 2019 года по сравнению с 1,9% во Франции, 1% в Великобритании и всего 0,1% в Германии. Инфляция также значительно снизилась в Италии с конца прошлого года. И в настоящее время составляет всего 0,75% по сравнению с 2,5% в Германии и 2,9% во Франции. В то же время, хотя долговая нагрузка Италии по международным стандартам все еще довольно велика, она значительно снизилась с начала пандемии, сократившись со 155% ВВП в 2020 году до 137% в 2023 году. Это отчасти связано с тем, что несмотря на рост процентных ставок, благодаря грамотному управлению долгом, расходы на его обслуживание остаются на уровне около 4% от ВВП. Так почему же экономика Италии демонстрирует такие хорошие результаты? Во многом это связано с относительно низким уровнем инфляции, который в значительной степени обусловлен ценами на энергию. Италия не так сильно пострадала, как, например, Германия. Из-за сбоев с поставками российской энергии и в прошлом месяце цены на энергоносители в Италии снизились примерно на 11%. ВВП Италии также поддержало восстановление туризма после пандемии. Кроме того, итальянский экспорт остался на высоком уровне, несмотря на глобальный экономический спад, увеличившись на 5% в 2023 году. На самом деле Италия имеет второй по величине производственный сектор в Европе после Германии, и обычно ее торговый профицит составляет около 3% от ВВП, что делает ее третьим по величине экспортером в Европе после Германии и Франции. ВВП Италии также вырос за счет новой программы супербонуса – щедрых налоговых льгот на улучшение жилищных условий, введенных в 2020 году. Эта политика вызвала бум на итальянском рынке недвижимости и в строительстве. Но она дорого обходится и является одной из причин, по которой в прошлом году Италия показала довольно значительный дефицит в размере 7,2% ВВП. Тем не менее, ситуация не так плоха, как может показаться. Национальный долг все же снизился в процентном отношении к ВВП, отчасти благодаря тому, что инфляция сократила часть долга Италии, но также и потому, что затраты на заимствование для Италии довольно низкие. Фактически, разница между затратами на заимствование Италии и Германии, которые являются популярным показателем доверия рынка к Италии, находится на самом низком уровне с 2016 года, если не учитывать пандемию. Это частично связано с тем, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони выразила намерение держать дефицит на относительно низком уровне. Но также потому, что рынки, видимо, считают, что ЕС медленно, но верно движется к более глубокой фискальной интеграции. Тем не менее, мы не говорим, что все идеально. Италия все еще борется с острым демографическим кризисом. Уровень долга к ВВП остается неустойчиво высоким, а население по-прежнему недостаточно образовано, и безработица также имеет место. Это давние проблемы, которые ни одно итальянское правительство за последние 30 лет не смогло решить полностью, и перед Мелони стоит серьезная задача. Тем не менее, в текущей ситуации экономика Италии выглядит удивительно устойчивой, что особенно впечатляет. Учитывая различные встречные ветры, влияющие на европейские экономики в данный момент.